Бессмертный полк в Бресте приобретает статус народной традиции. В нынешнем году она объединила в своих рядах около 4 тысяч человек. Желающие оказаться в строю в этот день пришли задолго на начало шествия. Врещание гости города обменивались поздравлениями, словно старые добрые друзья. По-другому не могло и быть. Светлый праздник Победы один на всех. Он, как и прежде, сумел объединить людей разных поколений. С портретами фронтовиков пришли их дети, внуки и правнуки. Все те, кто бережно хранит в своих семьях память о солдатах Великой Отечественной войны. Очень волнительно. В сердце дух Победы, в душе гордость за страну, очень хорошие эмоции, позитив. Это важно знать, что у тебя были предки, они воевали, отдали жизнь за свою родину, за нас, чтобы мы жили хорошо в независимости. Я принимаю участие в этой акции первый раз, но мне кажется, что это очень важное мероприятие, потому что мы будем чтить память тех людей, которые отдали за нашу жизнь, чтобы мы жили на этой земле, чтобы учились мы, развивались. Тысячи портретов, тысячи лиц, тысячи людей, которых уже нет в живых, по-прежнему в сердцах их наследников. Солдаты-победители для нынешнего поколения неоспоримый пример. Сегодня молодые люди, хоть и смотрят на мир через свой объектив, по-другому воспринимают меняющиеся реалии жизни. Однако, вне всяких сомнений, вечные ценности, такие как мир, свобода и независимость, они умеют ценить. А еще благодарить тех, кто подарил им возможность жить в спокойствии и благополучии. Я гляжу, как наши мальчишки, молодые, несут этот самый бессмертный полк своих дедушек, как это приятно. Вы понимаете, слезы на глаза наворачиваются. Шествие бессмертного полка сопровождалось оглушительными криками «Ура!». Брещане встречали колонну аплодисментами, выражая поддержку участникам. Ирина Пенза с гордостью держит фотографии своих героев. Дедушка Николай Иванович Пенза принимал участие в освобождении Берлина и Праги. В начале войны он попал в госпиталь, там познакомился с лейтенантом медицинской службы Лидией Александровной. С тех пор молодые люди общались друг с другом с помощью фронтовых писем. В Победном 45-м они поженились. Мои бабушка и дедушка, они похоронены здесь, в Брестской крепости, на гарнизонном кладбище. Я здесь и сколько я буду жить, я обязательно буду принимать участие в этой акции и расскажу своим детям. Алексей Дьяченко привел с собой правнука. Мужчина уверен, молодое поколение должно знать героев лицо. Сам брещанин был участником войны в Корее в 50-х, а также боевых действиях в Сирийско-Арабской республике. Алексей Васильевич вспоминает, как подвиг советских бойцов мотивировал представителей другого государства сражаться за свое отечество. Приводил примеры наших великих подвигов, нашей крепости, героев и других сражений, которые совершались на нашей земле, уничтожая фашизм. Начиная от Москвы, Сталинграда, Курская дурга и другие. Люди понимали меня. Ветераны Великой Отечественной войны в этот день не могли не прийти в священное, окутанное историей места, Брестскую крепость-герой. Время не стерло из их памяти события, свидетелями и участниками которых они, будучи юношами, стали. Говорить о том, что до сих пор живет в душе, не зажившая раной, так непросто. Но они говорят, ведь понимают в их силах нацелить последователей на сохранение мира и спокойствия своего государства, на написание новой истории. Я эту войну знаю с начала и до конца. Хоть я участвовал в конце войны, в 1944 году меня призвали 17 лет в армию. Вот я попал на фронт. Мне пришлось видеть все. От молодого до великого. Молодежь, мы обязаны их учить. Учить и воспитывать духи преданности для страны. У нас страна одна, а мир тоже один. Вот надо его беречь, чтобы никогда не видели это все, что мы видели. Бессмертный полк сумел сколыхнуть память о героях Великой Отечественной войны, ветеранах армии и флота, партизанах и тружениках тыла, узниках фашизма, блокадниках, бойцах сопротивления. Во всех тех, кто внес свой клад в общее дело – победу над немецким противником. Времени властно над памятью. Масштаб мероприятия стал очередным подтверждением этому.